Почти каждый человек рано или поздно сталкивается с таким вопросом, как принятие наследства. Каким алгоритмам нужно следовать? Какие сроки при этом предусмотрены? Кто является наследником по закону или по завещанию? Давайте сегодня я вам об этом расскажу. В первую очередь нужно отметить, что наследство можно принять только по истечении 6 месяцев после смерти наследодателя. При этом документы необходимо собрать до этого срока. Что касается наследников, наследниками в первой очереди, согласно Гражданскому кодексу Кыргызской Республики, являются дети наследодателя, усыновленные, рожденные после смерти наследодателя, также супруга и родители наследодателя. В случае, если наследников в первой очереди нет, то тогда наследниками в вторую очередь являются братья, сестры, а также бабушки и дедушки, как со стороны отца, так и со стороны матери наследодателя. В случае, если наследников в первой очереди и второй очереди нет, то наследство переходит к родственникам в третьей очереди. Это дяди, тети, двоюродные братья и сестры, как со стороны отца, так и со стороны матери. Если и таких нет, то уже ищут других родственников наследодателя и так до шестого степени родства включительно. При этом нужно учитывать важный момент. Чем ближе родственник по родству к наследодателю, тем преимущественнее у него право приобрести это наследство. Что нужно делать в первую очередь для принятия наследства? Подать заявление нотариусу по месту открытия наследства. Обратитесь в госноториальную контору того района, где находится наследуемое имущество. Частные нотариусы такими делами не занимаются. Какие документы необходимо собрать? Первое. Заявление о вступлении в наследство. Второе. Свидетельство о смерти. Обязательно оригинал. Третье. Паспорт. Четвертое. Документ, подтверждающий родство. Это может быть свидетельство о браке, свидетельство о рождении детей и так далее. Четвертое. Техпаспорт на квартиру или другие правоустанавливающие документы на движимое или недвижимое имущество. Эти четыре документа являются основными документами, которые необходимы для принятия наследства. Сегодня я вам рассказал основные моменты процедуры принятия наследства. Если у вас вдруг возникли вопросы, то можете обратиться лично ко мне. С вами был юрист Марлен Керимкулов. Силен тот, кто знает свои права. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова